В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Вы смотрите программу Город новости по Выборгски. В студии Татьяна Анкудович. Здравствуйте. В начале коротко о главном. Крышу отремонтировали. В школе номер 7 возобновился учебный процесс. Все на лед. В Выборгском районе появилась еще одна хоккейная коробка. Кто хочет спасти лисенка? Герои нашего репортажа ответили мы и не жалеют об этом. Ученики седьмой школы вернулись в свои классы. Основные ремонтные работы на кровле здания завершены. По словам исполняющей обязанности директора школы Ольги Безрученковой, осталось устранить мелкие недостатки. После приемки комиссии выявлены некоторые недостатки, которые буквально в течение короткого времени, непродолжительного, будут устранены. После учебного процесса, после того, как дети все уйдут из школы, будут доделываться вот эти ремонтные работы. И в короткое время эти недостатки будут устранены. Ремонт кровли школы номер 7 планировалось провести летом. Но в связи с отсутствием заявок от организаций, готовых к его выполнению, работы начались позже. Подрядчиком выступила компания «Форман». Средства выделили из районного бюджета. Однако в ходе ремонта было выявлено аварийное состояние нескольких декоративных элементов фасада, что также отодвинуло сроки сдачи объекта. В первом полугодии детям пришлось заниматься в других учебных заведениях. А учителя-предметники буквально разрывались между тремя школами. 9 декабря глава администрации Выборгского района Ильдар Гелязов встретился с подрядчиком и поставил жесткие сроки сдачи объекта после новогодних каникул. И они были выдержаны. Хочу выразить благодарность администрации района, подрядчику, коллективу учителей, работникам школы, которые вложили большой труд, большое терпение, уважение и понимание для того, чтобы результат был достигнут. И, конечно, хочу поблагодарить родителей и учеников, которые терпеливо ждали этого долгожданного дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В преддверии резкого похолодания в режим повышенной готовности переведены и дорожные службы Ленинградской области. Сформирован резерв техники и материалов. Круглосуточно транспортную и погодную ситуацию на региональных магистралях контролирует диспетчерская служба Ленавтодора. Там принимают заявки и от водителей. Номер телефона горячей линии на ваших экранах. 36 малышей, 17 девочек и 19 мальчиков появилось на свет в Выборгском роддоме за 10-дневные новогодние праздники. Первые роды медики принимали утром 1 января. В начале 9-го родилась девочка весом 3 килограмма 80 граммов. Как рассказала главный врач учреждения Светлана Шевченко, все младенцы и их мамы чувствовали себя хорошо и в положенный срок отправились домой. В целом новогодние каникулы в родильном доме прошли в обычном режиме. Для новорожденных в Ленинградской области подготовлены подарки. Набор необходимых младенцу вещей вручается родителям в управлении ЗАГС или в многофункциональном центре в день регистрации. В этом году состав подарочного комплекта обновили с учетом отзывов молодых мам в соцсетях. В Калининском микрорайоне появилась универсальная хоккейная коробка. Предыдущая пришла в негодность, поэтому на ее месте построили новую. Старые деревянные борта заменили на пластиковые, обновили покрытие, поставили опор освещения. Работать пришлось быстро, чтобы успеть до холодов. Новый спортивный объект посетили глава районной администрации Ильдар Гелязов, его заместитель Николай Шишкин и глава района и депутат по данному округу Дмитрий Никулин. Есть такая поговорка «дорогая ложка к обеду». Поскольку мы видели, что все наши зимы предыдущие были бесснежные и безморозные, то сейчас это здорово. Наступила та погода, которая даст возможность залить лед детям и всем, кто желает здесь проводить свободное время, играть в любимый им вид спорта – в хоккей. Содержанием ледовой площадки будет заниматься штатный работник, а затраты на воду и электроэнергию возьмет на себя администрация. Всего в рамках губернаторской программы развития физической культуры и спорта Выборгскому району было передано 4 хоккейные коробки. Остальные установлены в Рощино, Каменке и поселке Победа. С просьбой скорректировать расписание автобуса номер 183 жители Выборгского района обратились на прямую телефонную линию губернатора Ленинградской области. Проблема возникла в связи с ремонтом путепровода в Каменогорске. Глава региона Александр Дрозденко переадресовал вопрос специалистам областного комитета по транспорту. Там тему проработали и ответили следующее. Автобусный маршрут номер 183, курсирующий между Светогорском и Каменогорском, осуществляет работу по заказу администрации Выборгского района. По вопросу увеличения числа рейсов было проведено рабочее совещание с участием главы администрации Каменогорского городского поселения, представителей Светогорского ЖКХ и районных властей. В результате было принято решение о возобновлении рейса отправлением из Светогорска в 19 часов. Сориентироваться в автобусных маршрутах по Выборгу помогут информационные стенды в остановочных павильонах. Таблички с расписанием присутствовали здесь и ранее. Новые стенды содержат больше данных и позволяют самостоятельно построить маршрут передвижения. На карте города отмечено местоположение остановки и номера автобусных маршрутов, следующих через эту точку. Отсутствие в Выборге специально выделенных полос для общественного транспорта иногда приводит к задержкам в движении автобусов. Поэтому на стендах указаны интервалы движения и номер телефона диспетчерской службы компании-перевозчика. Мира и счастья России в 2021 году пожелали активисты Выборгского штаба российского движения школьников. Еще весной прошлого года ребята присоединились к акции «Священная земля для города воинской славы Владикавказа». Ее цель – объединить усилия всех людей доброй воли в изучении исторического прошлого разных народов. 22 июня, в День памяти и скорби, на площади выборгских полков была взята горсть земли и в специальном кесете отправлена в Северную Осетию. Участие в акции приняли и другие города. Во Владикавказе землю поместили в специальные гильзы, которые теперь хранятся у стелы «Город воинской славы». Это место считается здесь символом героизма и братства народов, победивших фашизм. Данная акция играет очень важную роль в патриотическом воспитании детей и я надеюсь, что школьники продолжат изучать историю нашей великой страны и народов, проживающих в Российской Федерации. Мы приятно удивлены тем, что наши ребята с особым рвением участвуют в различных социально значимых проектах. По предложению организаторов акции, ребята сделали фото для общего календаря городов воинской славы. На снимке активисты Дворца творчества держат плакат с пожеланием россиянам мира и счастья. Во время пандемии люди стали чаще прибегать к компьютерной томографии. Но это может быть опасным, предупреждают врачи. При первых симптомах ОРВИ граждане самостоятельно назначают себе обследование и спешат делать КТ, боясь вовремя не обнаружить у себя пневмонию. По этой причине больницы перегружены. В Ленинградской области всего 24 аппарата. А те, кому такое обследование действительно необходимо, не могут его пройти. Медики утверждают, что если болезнь протекает без осложнений, нет признаков дыхательной недостаточности и стойко повышенной температуры, то исследование может быть бесполезным. А при злоупотреблении методом вызвать проблемы со здоровьем. Сегодня вы спаниковали, делайте себе КТ раз в неделю, потому что вам страшно от ковида. А через два года, извините, у вас будет рак щитовидной железы или рак легкого. То есть всегда надо думать немножко вперед. И это очень важно, вот эти вот все дозы отслеживать. И не делать лишних исследований, если они не нужны. Никто не говорит о том, что не надо делать КТ. Но надо делать тогда, когда нужно. Компьютерная томография хорошо выявляет изменения в легких, но не диагностирует инфекцию. Это сложный метод, который связан с высокой лучевой нагрузкой на пациента. Если есть подозрения на COVID-19 и болезнь держится дольше шести дней, нужно сделать рентгеновский снимок. Если на снимке к концу первой недели не будет изменений, значит их не будет и при КТ. Врачи рекомендуют, прежде чем пройти обследование, нужно проконсультироваться с лечащим врачом и ориентироваться на его рекомендации. 12 января в России отмечается День работника прокуратуры. В выборском подразделении ведомства трудится порядка 20 человек. В минувшем году ими было выявлено более 3000 фактов нарушения закона. По каждому приняты меры прокурорского реагирования. В течение года прокуратура занималась вопросами ЖКХ, защиты прав детей, реализации алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним. Отдельное внимание в 2020-м было уделено расходованию бюджетных средств и своевременной выплате заработной платы. Вопрос по своевременности выплаты зарплаты точно так же не снижает свою актуальность, тем более в условиях пандемии текущего года. Принятыми мерами реагирования удалось обеспечить выплату задолженности по заработной плате на сумму свыше 18 миллионов рублей, это достаточно немало на ряде предприятий Выборгского района. Тем не менее, коротко скажу, что проблема пока остается. И на нескольких предприятиях нашего района, находящихся в стадии банкротства, долговая нагрузка перед работниками на текущий момент не устранена. Говоря об уровне преступности в Выборгском районе, Василий Шилин отметил, что количество зарегистрированных преступлений в целом выросло на треть. При этом уменьшилось число преступлений в общественных местах, совершенных гражданами в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, снизилась подростковая и рецидивная преступность. О пенсиях, пособиях и трудовом стаже пойдет речь в очередном выпуске программы «Городская среда». Гостем нашей студии станет руководитель Выборгского управления Пенсионного фонда Российской Федерации Алла Свищ. Программа с ее участием выйдет уже в январе. Адресовать вопросы Алии Николаевне Свищ можно по телефону 26347. В нашей группе «Выборг ТВ» интересные новости в соцсети и по электронной почте infosobaka.viborg.tv. Отправить их нужно до 15 января включительно. В обычной выборгской семье поселилась настоящая лисица. Может ли гостья из леса стать домашней любимицей? Ведь если верить сказкам, это весьма хитрая и коварная особа. Ответ на этот вопрос дадут герои нашего следующего репортажа. Кто хочет спасти лисенка? Так называется группа в социальных сетях, созданная московскими активистами. Участники сообщества выкупаются звероферм «Лисят», преследуя единственную цель – спасти животным жизнь. Совершенно случайно о благом начинании москвичей узнала выборжанка Юлия Копытова. И вот спустя год раздумий ее семья приняла важное решение и подарила надежду на спасение вот этому лису, которому сейчас уже полтора года. Мы поехали в Москву на зверосовхоз. Там этого лисенка мы купили трехнедельного. Вот Глеб у нас был приемным папой. Он его с пипетки выкармливал две недели. Ночами совсем не спал. Лисенок сам еще не ел. Близкие не все, конечно, поддерживали, не все одобряли. Может, до сих пор смириться не может. Но более-менее все равно уже так за него волнуется, все равно уже любит его, может быть, по-своему. Вот так коренной москвич превратился в выборжца. При покупке лисицы, кстати, нужно юридически оформить факт ее проживания в человеческом жилье. А после обязательно водить животное на осмотр к ветеринару и делать необходимые прививки. Гуляет джокер, так назвали лиса, только на поводке. Для тех, кто собирается тоже приобрести, надо все очень хорошо взвесить и подумать. Потому что 70% лисов отдают в первый год. То есть те, кто их выкупает, по большей части с ними не справляются. Животное очень сложное. По своей природе лисы очень активны, общительны и любознательны. Поэтому джокер с увлеченностью исследует все вокруг. И не упускает возможности попробовать на зуб каждый предмет, попавший в поле зрения. Это настоящие зубы хищника. Вот эти резцы, они так называются, хищные зубы, чтобы рвать и жевать мясо. И пусть в пасти джокера острые зубы, его хозяин уверен в том, что руку кормящего тот никогда не укусит, если только играючи. Вообще лис достаточно спокойный. Иногда даже дает себя погладить незнакомцам. Но прежде чем дотронуться до него, лучше сначала подставить руку, чтобы животное почувствовало вас. А люди подходят, гладят? Ну, да, в редкий случай. Дикое животное не должно быть ограничено в движении. Если это клетка, то она должна быть достаточно просторной. Джокеру хозяева разрешают свободно прогуливаться по квартире. На участках содержат в вольерах. У нас обычно бегают по квартире, квартира большая, он бегает вот так, кругами, с визжением. Визжит, просто визжит. Ну, крякает, хрюкает, гавкает. Вообще все звуки зверей всех издает. Кстати, если в квартире раздается звериный крик и странный скрежет, значит, джокер проголодался. Это может произойти даже в 4 часа утра. Из любимого у него сыр косичка и мандарины. Но такие лакомства ему перепадают нечасто. Лисицам такая еда вредна. Вообще им лучше любые беззерновые корма, так как они плохо усваивают любую злачную продукцию. А так вот основной режим – это натуральные продукты, любые фрукты, кроме бананов. Ест вообще огурцы, помидоры, сладкий перец, баклажаны, крал несколько раз, яблоки, крал. Очень любит виноград и вообще все фрукты очень любит. Наряду с полезной пищей джокер не прочь полакомиться и зарядными устройствами, а в особом почуть у него сливной шланг от стиральной машинки. В дикой природе лисы живут в норах, которые сами и выкапывают. В городской квартире этот инстинкт никуда не пропадает. Так же, как и припрятывание еды. Одно из любимых занятий джокера – закапывать под шкафы перепелиные яйца. Без ума он и отыгры с теннисным мячиком, а порой может выгрызть кусок из линолеума. Но семья любит хвостатого разбойника, несмотря ни на что. И все ему прощает. Ни разу еще пока не получилась такой ситуации, что пожалели о том, что взяли его. Настолько он уже прижился, что когда он чихает, обычно вся семья еще говорит «Будь здоров». Галина Давыдова, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город». Россию и Финляндию в этом году свяжет «Экотропа Агрикола». Проект реализуется в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия-Юго-Восточная Финляндия». Новая особо охраняемая природная территория расположится на берегу Финского залива, на мысе Кюриньеми. В планах обустроить здесь сеть пеших, культурных и исторических эко-маршрутов, установить информационные щиты и организовать места для отдыха. В дальнейшем будет разработано мобильное приложение со справкой о местных достопримечательностях. Кроме того, инфраструктуру территории дополнят парковки и визит в центр для развития международного туризма. Бюджет проекта составляет более 420 тысяч евро. Картины быстротекущего мира как отражение жизни. Выборжцы могут посетить выставку произведений японского искусства из Собрания Государственного Эрмитажа. Для экспозиции отобрано около 300 уникальных экспонатов, созданных в 17-м – первой половине XIX века. Что изображали мастера на гравюрах у Кио-Э, расскажет Виктория Иванова. Совершить путешествие в страну восходящего солнца поможет выставочный центр «Эрмитаж Выборг». Там продолжает работу выставка «Зерцала Востока. Японское искусство эпохи Эдо» из Собрания Государственного Эрмитажа. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, экспозицию открывали торжественно. Переоценить сегодняшний день, конечно же, очень сложно, потому что в это сложное время мы понимаем, что выставка – это своеобразие пиршества духа, всем нам необходимо. Уникальная экспозиция позволяет окунуться в историю загадочной страны. Начало 17-го – первой половины XIX века. Это период Эдо. Сейчас город называется Токио. Время расцвета культуры в Японии. Тогда государство жило в мире, не зная войн. Здесь и праздники. Вот замечательный праздник, который мы уже с вами знаем. И Новый год. Про Японию мы будем много узнавать. Основу выставки составляют гравюры того времени – укио-э. От самых первых – черно-белых до цветных. На полотнах изображены гейши и актеры театра кабуки, портреты воинов и пейзажи. Каждому из жанров отведен отдельный зал. Гравюры дополнены размещенными в витринах предметами декоративно-прикладного искусства. Все экспонаты подлинные и выставляются впервые. Такой графики японской и количество этой графики в мире только есть в Государственном Эрмитаже. И большинство этой графики сейчас мы видим здесь у нас. Более того, мы два комплекта этой графики получили, потому что будет ротация, и эта графика вообще не может быть долго на свету. Представлены здесь и предметы быта. Вот такой утонченный набор предназначался для пикника. Он изготовлен из дерева с инкрустацией перламутром. Возможно, именно эти предметы использовались во время трапезы японской семьи на весеннем празднике цветения сакуры. Посетить экспозицию стоит дважды – в начале до конца февраля, а затем после смены гравюр до 15 апреля. Виктория Иванова, Андрей Неробов, медиагруппа «Наш город». Совсем недавно завершились новогодние каникулы. Начались трудовые будни. Но повсюду стоят нарядные елки, украшены витрины. По вечерам в окнах домов зажигаются гирлянды, продлевая новогоднее настроение и сохраняя ощущение зимнего волшебства. Наши корреспонденты вышли на улицы города, чтобы узнать, чем занимались выборжцы в праздничные дни и планируют ли отмечать Старый Новый год. Провели праздники весело, с семьей, правда на карантине, но это нам не помешало радоваться Новому году и отметить и Новый год, и Рождество под елкой. Все прошло хорошо, мы живы-здоровы и обязательно будем отмечать Старый Новый год. Я очень хорошо провел, очень было колоритно все, друзей много встретил. Ну, как говорится, отметили полную силу. Я так думаю, что все-таки Старый год я немножко поскровнее проведу. Ну, проведу, конечно, да, проведу. Ну, это традиция наша. Замечательно провели праздники, потому что дочь была не на работе, а была с нами, в кругу семьи. И нам это было очень весело. Мы поиграли в игры, которые с шарады собирали на столе головоломки с пожеланиями. Попели песни новогодние за столом. Поздравили наших котов, а не нас. Нам было очень весело. Рождественские праздники. Гуляли по городу. Ходили на замерзшее озеро. Смотрели, как испугались лебеди. В общем, видели, как планерист взлетает. Провели каникулы вот эти в целом очень интересно. Старый Новый год просто символический. Мы о нем вспомним и дома, и на работе. Пожелаю всему городу и району, чтобы у нас быстрее прошли все болезни, и мы встречали на новогодних горках, на коньках. Я провел активно спорт, бег, что-то в этом роде. Лыжи, санки. Старый Новый год я не встречаю. Не признаю праздник. Новогодние раздельственные праздники провел с позитивным рабочим настроением. Все хорошо, все, что нужно у меня получилось. Старый Новый год зависит от времени. Если будет все хорошо, отмечу. А провели мы так. В кругу семьи, с ребенком, с мужем. Но, как настоящие солдаты, мы были на посту 31-го в день, и первого в ночь дежурили, боремся с коронавирусом. Желаю всем здоровья, чтобы вас не посетил. Никакой коронавирус нас не возьмет. Поздравляю с наступающим Старым Новым годом. Привела новогодние праздники в кругу семьи и близких друзей. К сожалению, сразу практически пришлось приступить к работе, но оно, наверное, к лучшему. Значит, год будет продуктивным. Старый Новый год, да, мы отмечаем. У нас в семье традиция, у нас даже есть специальное коронное блюдо для этого праздника. Мы готовим украинские вареники. Всех, кто отмечает Старый Новый год, поздравляю с наступающим праздником. На этом наш выпуск завершен. Увидеть программу «Город новостей по Выборски» вы можете в любое время суток на сайте выборг.тв и в группах Выборг ТВ в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова